Здравствуйте, меня зовут Мария. Я специалист из города Уфа, являюсь массажистом. Сегодня мы будем проводить мануально-мышечное тестирование при помощи кинезиологии. Ну а в дальнейшем мы проведем уже массаж. Сейчас я расскажу, в чем суть данной методики мануально-мышечного тестирования. Моя задача будет выявить слабые мышцы, гипотоничные, которые, в свою очередь, не работают полноценно, не выполняют полноценно свои функции, и за них перетруждаются другие мышцы. Все ровно встаем. Наскалиосукус явно выражен. Ножки вместе. Мы протестируем мышцы ног, потому что по ним я тоже вижу как бы проблемы. А наши ноги – это наш фундамент. Если в ногах проблема, то она идет вверх. Также есть подозрение, что идет у нас проблема с шейным отделом, с региона. И нестабильность таза, то есть от чего как бы вот… Вы не хромаете в случае? Не замечаете со собой? Так, теперь ко мне уже на бочко. Скорее всего, вот вижу то, что плечики уходят вперед, но отсутствует грудной кифоз, скорее всего, проблема с задней… Ну, то есть проблема слабая, имеется в виду мышц, вот пучок дельты. Мы его протестируем. Мы через пояснично-подвздошную мышцу узнаем, есть ли проблемы с шейным регионом. Также я протестирую квадратную мышцу, но, скорее всего, она тоже будет нефункциональна. Она в порядочную идет у нас, пояснично-подвздошную. Также, скорее всего, от того, что у нас проблема идет с шейным отделом, могут быть проблемы с ягодичной мышцей, с эксцензорной вибра. Все, теперь давайте оденьтесь. Сейчас я покажу на себе. Надавите мне слегка на руку, не прилагая сильного усилия. Вы чувствуете стеночку? Ну, то есть мышцы держат, но я при том же с вами не борюсь, не сопротивляюсь. То есть мышца в таком случае имеет свойство удерживаться. Если мышца сразу, то есть рука, например, в данном случае падает, значит мышца у нас находится в гипотоничном состоянии. Если после провокации, как я проведу, то есть нажму определенную точку или спровоцирую методом такого сокращения, рука после этого если падает, значит мышца в норме тонусе. Наша задача, как я сказала, выявить, почему мышцы не работают, мы тоже это узнаем. Протестирована сейчас мышца дельта. Она имеет три пучка, передний, средний и задний. Не напрягайте просто? Не напрягайте. Сейчас вы поймите, на себе главное руку не складывай. Чувствуете, да, вот эту стеночку? Все, опускаем. Держим. Вы сейчас сильнее усилия приложили. Да я просто не понимаю, как совсем если вот так она упадет? Вот, наша задача. Если она падает, мы ей позволяем падать. То есть вы не сопротивляетесь данному моменту. А, вообще, это все. Давайте еще разок. Держим. Нет, вот сейчас прям держите. Вот, все. Держим. Вот смотрите, какая ситуация. Пускайте. Мы провели сперва тестирование, да, рука держит. Потом я провела лаком. Что мы делаем, когда мы поднимаем руку? Мы места крепления этой мышцы приводим ближе друг к другу. Видите, да? Вот. И рука в таком случае должна удерживаться. Если я провела искусственную провокацию, надавила, рука упала, мышцы норма. Но если после провокации рука не падает, значит, мышцы в гипертонусе. Стогните руку в локте. На себя вы вам там соседью не клавите. Сейчас я буду приводить локоть вперед. А вы держите. Хорошо? Держим. Не держим. Держим. Не держим. То есть у нас какая ситуация? Когда задний пучок дельты имеет пославленное состояние, то на противоположную сторону плечи начинают заворачиваться. То есть причина вашей вот этой сутулости, заворачивания плечей, именно в дельте, в заднем пучке. Мы чуть потом сейчас все протестируем, и уже будем искать причину, почему такая ситуация произошла. Теперь давайте укладывайтесь на спинку. Чуть пониже. Протестируем квадратную мышцу. Она находится у нас вот здесь. Крепится она у нас к подвозженной кости и к ребрам. Она имеет с двух сторон. То есть если она с одной стороны у нас слабая, а с другой она у нас, получается, ведет гипертонус, то у вас таз начинает как бы косить. Сейчас я потяну ваши ножки на себя, а вы держите, хорошо? Держим. Славы мышцы. Они могут очень сильные стать, если я им прикажу. Держим. Ну вот прикажите. Держим. Да, да, вы можете даже цепиться в кушетку. Держим. Ну это уже вот ноги. Да ну а как? Это уже ноги. Ногами вы держите. То есть понимаем, да? Квадратная мышца у нас слабая. Ну и как можно тестировать, по сничным подвздошным мышцам. То есть отводим ногу в сторону. Держим. Самое интересное будет, когда мы будем выявлять причину, почему мышца слабая. Держим. То есть мышца, например, сейчас падает, да? Не держит. Мы найдем причину. Человек создает локализацию, кладет руку или на внутренний орган, отвечающий за эту мышцу. Ну то есть они, да? Индервируются с 1-8 метра, злочек. И она будет включаться. Так. Сейчас я хочу еще протестировать. Так. Очень подвижно. Квадратную мышцу протестировать. Ну, кстати, еще раз. Держим. Нет. Сейчас я совсем слабый. Держим. 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 Сильнее держим. Ну вот слабый. Переворачиваемся на живот. Сейчас я буду ногу отводить вниз. А вы держите. Хорошо? Держим. Не держим. Скорее всего, причина слабости всех мышц нижнего региона от того, что у нас проблема прошла с шейным отделом. Как я говорила, то есть уже все внизу выключается. И решив проблему с шейным отделом, у вас уже здесь будет сила в ваших мышцах. Но от того, что здесь тоже идет слабость пояснично-подвздошность слабая, вас как бы уже ведет к оси. То есть вы нестабильны, вы вот так болтаетесь у нас. Держим. Посильнее. Не держит. Теперь смотрите, то же самое делаем. И приподнимаем ногу. Широчайшую мышцу, да, ягодицы мы проверим. Большую, то есть ягодичную широчую. Сейчас проверим большую ягодичную мышцу. Приподнимем. Держите. Вот она держит. Не, ну у кого не держит, того не держит. Тем более такое особенное положение, но у нас сложно. Держим. Вот. Это уже хорошо, что она держит. Значит, широкий шаг вы шагаете не за счет вашей спины. У кого не работает большая ягодичная мышца, то люди шагают за счет поясницы. От чего потом протрось у нас и грыжи. Сейчас мы вот как раз-таки интересный момент. Мы нашли мышцу, которая у нас находится пока, да, как мы полагаем. Держите. Удерживается. Это вот из нижнего региона. Мы сейчас ее попровоцируем. Держим. Все, она ушла. Вы сами не чувствуете этот момент? Вот смотрите. Мне тяжело нажимкой проверить. Смотрите, держите. Вот держит. Поднимем. Держит. Все, она ушла. Вы почувствовали слабость? Ну, второй раз. Ну, более, да, вам показалось? Да. Ну, вот. Давайте вот еще раз тут. Поднимем. Вот она держится. Вот. Создадим провокацию. Есть на нашем организме точки, как бы на нашем теле точки, нажав которые мы как бы послабляем наши мышцы. Поэтому всегда говорю, что общий массаж полезнее, чем от длинных частей тела. Видите, она ушла. Сейчас я хочу еще проверить у нас, как работает у нас нижняя порция трапеции и верхняя порция трапеции. Сейчас присядьте аккуратненько, пожалуйста. Сейчас руку приподнимаем, разворачиваем. И я ее буду вводить вперед. А мне что, если так? Держим? Держит. Не держит. Держим. Не держит. То есть трапеция тоже слабая. Это нижняя именно порция трапеции. Сейчас проверим, как проблемы у нас будут встанутся. Да, встать себе. А вот здесь сейчас стулечко возьму, потому что высоко будет. Наклонили голову. Чуть-чуть вот так наверх. Держим. У вас проблем с почками нет? Да я не знаю, с чем у меня проблемы. Ничего не проверял никогда. Держим. С обеих сторон слабая. Трапеция тоже слабая. Встаем. Да, есть подозрение, что вся... Нет, одна спинка, пожалуйста. Что вся проблема вообще пошла. Из-за проблем с вашей шеей. Еще раз посмотрим ваши поясничные подзошины. Держим. Сейчас я попрошу вас создать локацию. Сама еще поработаю чуть-чуть. Расслабьте шею. Представьте, что вы лежите на волне. Я ничего не слышу. Все что? У меня выше закрыто. Теперь сами вот в этот регион положите в вашу руку. Просто не нажимая, ничего. Просто вот так, тихонечко держите. Осознайте этот участок шейного дела. Вот прям через мозг, скажем так. Прочувствуйте, вы можете чуть-чуть пошевелить. Все? Давайте держим вашу мышцу. Держим. Держим. Сейчас уже я подольше еще раз поработаю. Сейчас я вот так руки вам положу, а вы должны головой вертеть вправо и влево, создавая вот это шуршание. Держим. Держим. Угу. Так быть. Милей. Еще. Положим сюда. Держим. Держим. Держим ногу. Держим ногу. И потом в конце массажа мы протестируем эту же мышцу. Но уже могу сказать, что вы держите там руку. В принципе, можете брать. То есть уже что и эти мышцы, видите, они включились в функционал. Перевернем. Мы сейчас поработаем со спиной полностью. Поработаем с квадратной мышцей. С широчайшей мышцей. Поработаем с лопаточками. Скажем так, простым словом, подрываем их. Поработаем с трапецией. С шейным отделом. Это мы уже перевернемся с шеей. Поработаем. Поработаем с апоневрозом обязательно. Потому что это все взаимосвязано. И с грудной клеткой. Потому что было увидено то, что немножко жесткая грудная клетка. Ей не хватает немножко эластичности, чтобы полноценно дышать. Грудной клетки. И с грудной клетки. Продолжение следует... 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 И тут мне торопятся, что тянет вот. Угу. Блин. Угу. Сейчас мы еще проведем палсинг на шеи. Угу. Здесь также максимально расслабимся. Глаза закрываем, шея полностью расслабляем. Я не буду проводить никаких резких движений, то есть это плавная такая мопуляция. Глаза закрываем. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...